Здравствуйте! Время подвести итоги. Давайте вспомним, что важного и интересного произошло за это время в регионе. Итак, в этом выпуске. Скотч как инструмент воспитания. Дети боялись идти в сад, и родителям пришлось провести свое расследование. Что происходит с ценами в магазинах? Представим результаты нашего редакционного мониторинга. И трогательная история из Родниковского района, как пенсионерка в одиночку спасает лошадей от бойни. Начнем выпуск с самой скандальной и обсуждаемой темы недели. Воспитательница бьет детей, оскорбляет их и заклеивает рот скотчем. С такой жалобой к нам обратились родители, которые вводят детей в 156 детский сад города Иваново. Редакции предоставили аудиозаписи, сделанную в одной из групп. Некоторые мамы согласились встретиться с нашей съемочной группой. Встретиться со съемочной группой решились мамы всего троих детей, и то на условиях анонимности. В этот корпус детского сада 156 в качестве воспитателя Александра Аракчеева пришла в ноябре прошлого года. Опыт у нее был, трудилась в других дошкольных учреждениях музыкальным работникам. Здесь же дети, по словам родителей, вдруг начали отказываться ходить в сад. Сын Анны, например, притворялся больным, только бы остаться дома. Дети боятся. При одном только имени воспитателя они уже истерят. Его штанами отлупил за то, что он не хотел одеваться. Ревел, просил. Она меня лупила штанами и говорила, одевайся. Сотрудники сада отвечали родителям, что они очень эмоциональны и преувеличивают. Дарья рассказывает, ее дочь заливалась слезами, как только видела Александру Андреевну. Воспитатель откровенно говорила, что не знает, что делать с ее ребенком. Постоянно приходится Амину ругать и кричать. Другие дети начали родителям передавать, что она бьет моего ребенка. И мой ребенок начал мне говорить, что она меня била по плечу и животу. Она сказала, что дети все врут. Я просто вспыльчивая. После этого женщина положила ребенку в карман диктофон. На аудиозаписи, которая представлена нашей редакции, слышно, как другая, не Амина, девочка громко плачет. После чего женский голос произносит следующее. Если кто-то забыл, что у нас есть доски для пластилина, я всем вот так же замотаю руки скотчем. Вот ей я замотала руки скотчем. Только потому, что она для полупластилина на столе. Все прекрасно знают, что у нас доски для лепки. У доски для всех. Лепки разнала руки в том числе. Эта себе лепки за хулиганство. Вот теперь Кира, поскольку у нее руки замотаны клеем, ей с ножкой она не будет скотчем. Она будет сокрывать, как поросенок. Потом из-за того, что ребенок сильно кричал, она заклеила ей скотчем рот. Воспитательница соседней группы приходила, данную ситуацию видела, но никак не отреагировала. Все это пока не доказано. Аудиозапись передана в следственный комитет. Там проводят доследственную проверку. Родители пострадавшей девочки рассказывать о случившемся с их ребенком даже со спины не захотели. Другая мама Марина свою дочь Таню из сада забрала. Родители ждут перевода в другой. Мам, нет, нет, меня она вот так била и показывает, что она ее ударяла по голове и по попе. Ребенок также, стали проблемы со стулом, она им запрещала ходить. На телефоне показывала злые картинки, чудовищ и бабаев, зубами, что у всех детей это началась эта проблема. Заведующая Инесса Кутузова, как рассказывают родители, просила не давать огласку делу. Сказала, что уберет воспитательницу с этой группы. При этом, по словам родителей, сожалела, что потеряла квалифицированного музыкального работника. Мамы составили коллективную жалобу и направили ее уполномоченному по правам ребенка. Мы направили обращение в Следственное управление, мы направили обращение в МВД по Ивановской области и направили обращение в управление образования. Если следственный орган, опять же, усмотрит в ее действиях, вот именно как-то истязание детей, чтобы она дальше просто педагогической деятельности своей не продолжала. В Управлении образования города Иваново сообщили, что в связи с нехваткой кадров Александра Аракчеева два месяца работала на группе одна. 25 декабря практически сразу после инцидента со скотчем она написала заявление об увольнении по собственному желанию. Трудовой договор с ней сейчас расторгнут. 27 декабря в мэрию поступила анонимная жалоба от родителя. 29 декабря чиновники начали комплексную внутреннюю проверку. Она продлится месяц. Родители тем временем начали приглашать в следственный комитет и опрашивать. Во вторник там обещали дать официальный комментарий. Уже в конце съемки мы встретили одну из сотрудниц детского сада. Она спросила на каком основании мы снимаем на открытой школьной территории. Закрыла калитку, сообщила, что заведующая уехала в управление образованием, а также несколько раз в грубой форме повторила, что мы плохо себя ведем. Марина Зенина, Григорий Мартианов, телекомпания БАРС. Воспитатель уволилась по собственному желанию, однако это не остановило следователей. Было возбуждено уголовное дело по статье истязания. Пострадала также и заведующая, которая лишилась своей должности после того, как прокуратура внесла представление мэру Шарыпову. А вот в Приволжском районном суде начали рассматривать иск Генеральной прокуратуры к администрации района, а также к владельцам общества с ограниченной ответственностью Плёсские отели и Избинги братьям Шевцовы. Ведомство требует снести пять деревянных домов под брендом Избинг-отель усадьбы Дикого Барина в Плёсе, а также изъять земельный участок, который находится под ним, в пользу государства. Всероссийский резонанс проект под необычным названием Избинг вызвал после выхода в эфир нашего репортажа летом 2023 года. Это как глэмпинг, только с русской душой. Пять изб для оказания гостиничных услуг располагаются на земельном участке примерно в двухстах метрах вверх от набережной Волги, в конце улицы Мельничная. Всё это вместе называется усадьбой Дикого Барина. Историческое плёсское название. Был такой в начале 20 века дикий барин Огурешников Константин Фёдорович. Но само название не из-за того, что он был какой-то дикий крепостник там, а из-за того, что это на границе города и природы. Ещё летом Алексей Шевцов рассказывал, что в этом месте в советские годы находилась промзона, и её, заброшенную много лет назад, начала восстанавливать семья Шевцовых. К этому участку у генпрокуратуры и возникли вопросы. Истец считает, что участок Шевцовым администрации Приволжского района был передан незаконно, то есть без проведения торгов и информирования граждан. Прокуратура требует признать договор о купле-продаже земельного участка недействительным и изъять его. Одна из представителей страны защиты Вита Галайба рассказала нам, что первое судебное заседание длилось долго, около четырёх часов. До 2013 года участок, к которому сейчас пристальное внимание, принадлежал Сергею Шевцову. Потом перешёл к его брату. В последующем, в 2013 году, была совершена сделка. Мы считаем, что все сделки были законные, обоснованные. Собственниками на сегодняшний день является Алексей Владиславович Шевцов, длительное время владел и распоряжался Алексей Владиславович. Несмотря на наличие таких исковых требований, мы полагаем, что в любом случае они не обоснованы. Мы будем свою позицию жёстко поддерживать судей и настаивать на отказе в удовлетворении заявленных исковых требований. Как и когда происходили торги, нам пока не прокомментировали. Необходимо изучить документацию. Также генпрокуратура требует снести избы на территории усадьбы Дикого Барина, признав их самовольными постройками. Кроме того, ещё в декабре по ходатайству генпрокурора судом были введены запреты на проведение регистрационных действий по земельному участку, на осуществление строительства и реконструкции построек. Мы заявили ходатайство о передаче дела по подсудности, поскольку все эти требования направлены на предпринимательский характер и подведомственное рассмотрение арбитражным судом Ивановской области. Решение судья отложила до заседания, которое состоится 31 января. Впрочем, не только этот иск в отношении бизнеса семьи Шевцовых сейчас рассматривается. Также арбитражный суд области с 2022 года ведёт дело по иску Плёсской администрации к обществу с ограниченной ответственностью торговый центр «Калашная улица». Власти требуют снести деревянные киоски, расположенные на почти 900 квадратных метрах и другие. Сегодня проект «Потайонная Россия» во главе с Алексеем Шевцовым заявил, инвестиционный климат в Плёсе стал не слишком понятным и приятным и сообщил о закрытии до 1 мая кофейне Софьи Петровны Кувшинниковой, а также Кулеечной. Сократили до трёх дней в неделю работу трактира «Крутояр» и «Рыбного угла». Продукция последнего, кстати, была широко представлена на гастрофестивале в день Ивановской области на выставке «Россия» на ВДНХ. Еще один громкий судебный процесс – превышение не только нитрита натрия, но и кишечной палочки. Обвинительное заключение по делу о смертельном студне зачитали в Советском суде города Иваново. На скамье подсудимых предприниматель Валентин Сказыводов и бригадир цеха Сергей Карпов. Их обвиняют в реализации продукции, повлекшей причинение вреда здоровью, а также смерть двух и более лиц. Весна 2022 года. По мнению обвинения, Валентин Сказыводов и Сергей Карпов сговорились и решили произвести студень без контроля качества, чтобы получить прибыль. Предприниматель назначил Карпова, у которого не было соответствующего образования, бригадирам цеха. Была допущена ошибка при добавлении указанной нитритно-посолочной смеси в варочные котлы при посоле и варке мясного сырья для производства, в том числе продуктов мяса, содержащих студень премиум и студень столичный, которая привела к значительному увеличению в составе последующих продуктов количества нитрита натрия, делая их явно непригодными для пищевого употребления. Продукция была реализована в магазинах страны. 8 мая студень премиум купила жительница поселка Великое Архангельской области Светлана Мудрицкая. Употребила в пищу вместе с сожителем Лукиным Николаем Владимировичем 17-12-80 года рождения, в результате чего оба получили отравление, сопровождающееся клиническими проявлениями, характерными для отравления нитритом натрия. В результате полученного отравления 08.05.2022 Мудрицкая и Лукин скоропостижно скончались по месту своего жительства, не успев получить квалифицированную медицинскую помощь. Причина смерти – отравление неустановленным ядом, токсичным веществом. Зафиксированы также случаи отравления студнем с Козыводова в Ярославле, Москве, Вологде. Потребители задыхались, их тошнило, теряли сознание. В крови госпитализированных обнаружили вещества, которые образуются после попадания в организм большого количества нитрита натрия. У Ильюхиной на момент обращения за медицинской помощью имелось повреждение отравления медгемоглобина образующим веществом с образованием медгемоглобина в крови 36,1%, вызвавшее возникновение угрожающего для жизни состояния, острой дыхательной недостаточности тяжелой степени. Указанный вред здоровью относится к категории повреждений, причиняющих тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Всего гособвинитель привела в пример случаи отравления 9 семей. Некоторым повезло больше, они смогли справиться с недомоганием дома и остаться в живых. Специалисты проверили продукцию в магазинах, где ее покупали пострадавшие, а также изучили в лаборатории образцы с места производства студня в городе Иваново. Выявлены факты наличия в указанной выше продукции нитрита натрия с превышением нормы от 1,04 до 5,34 раз установленных гигиенических нормативов микроорганизмов с превышением нормы от 15 до 1050 раз и выше установленных в гигиенических нормативах и бактерий группы кишечной палочки. По версии обвинения, подсудимые создали реальную угрозу для жизни и здоровья потребителей. Сказыводова и Карпова обвиняют по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Признает ли себя виновным в совершении того преступления, о котором сейчас государственная винить и прочитала? Нет, не признаю. Виние непонятно, которое прокурору прочитал? Нет, не понятно. Признает ли себя виновным? Нет. От более подробных комментариев подсудимые воздержались. Свои позиции они изложат на следующих стадиях процесса. Марина Зеина, Григорий Мартианов, телекомпания «Барс». Сразу после рекламы покажем вам результаты нашего редакционного мониторинга ценно-социально значимой продукты. Еще удивительную женщину, которая спасает лошадей. Хотя сама живет на одну весьма скромную пенсию. Вернемся в студию совсем скоро. Не переключайтесь. На этой неделе в регионе снова подорожал бензин и не только. По данным Росстата, яйца в России за прошлый год подорожали почти на 60%. Рост продолжился и в новом году. Однако после праздников в некоторых торговых сетях куриное яйцо уже можно найти дешевле. Птихологической отметки в 100 рублей. А что с ценами на хлеб, растительное масло и гречку? Владимир Еремин отправился в «Окей». Яйца в супермаркете «Окей» к середине января подешевели впервые за полгода. Десяток второй категории сейчас можно купить по 78 рублей. Ровно год назад куриные яйца в этом магазине стоили 65 рублей. Черный хлеб «Дарницкий» на торговых полках сейчас продает по 39 рублей. За 12 месяцев самый ходовой продукт подорожал на 3 рубля. Литр молока жирностью 2,5%, как и год назад, в супермаркете можно найти по 74 рубля. Перейдем к овощам. Килограмм картофеля в супермаркете сейчас стоит 19 рублей. В январе прошлого года корнеплоды предлагали по 21 рублю. Снижение на 2 рубля. Сейчас к сладкому. Отметим, что ценники на сахар также поменяли незначительно. Цена за 12 месяцев подросла ровно на 1 рубль. Килограмм песка в океи сегодня можно купить по 61 рублю. Что касается популярной гречки, то за год она значительно изменила ценовую позицию. Крупа подорожала на 34%. Стоимость одного килограмма сейчас 134 рубля. И завершает наш список социально значимых продуктов это масло подсолнечное. Литр рафинированного, относительно недорогого, сейчас продают по 120 рублей. Еще месяц назад та же бутылка была дороже на 10 рублей. Однако за год самое бюджетное растительное масло в этом супермаркете подскочило в цене на 15 рублей. Мы и дальше продолжим мониторить цены на основные группы товаров. Владимир Еремин, телекомпания «Барс». На этой неделе были и хорошие новости. В 2022 году студия «Артпозитив» переехала в новое место, на улицу Шестернина, где занимается более сотни особенных детей. Сейчас в мастерской требуется помощь. Все подробности у Юлии Семиной. Вот пока вас ждал, решил попробовать новую глину, как она. Потому что у нас сейчас такие маски керамические, либо они красивые по цвету, белые в итоге, да, но плохо гончарятся. Либо которые хорошо гончарятся, но некрасивые по цвету. Я решил их смешать, попробовать, что из этого получится. Вот я сейчас пробую. Ну как получается? Слушайте, хорошо, мне нравится. Байкер, бывший преподаватель математики, юрист по образованию. Но дело всей жизни – керамика и скульптура. В 2022 году «Артпозитив» переехал на новое место. Помещение в 400 квадратов предоставили городские власти. А в начале 20 века этот трехэтажный корпус строился как служебное жилье для рабочих и служащих фабрики. Чуть позже там обитал текстильный трест, а еще позже располагался ГПИ-6. Теперь в этом здании занимаются особенные дети. Алексей Вадимович вводит сюда свою внучку уже 4 года. У нее аутизм. Девочке полюбилось гончарное искусство. Педагог может приболеть или заниматься с другими детьми. Поэтому Алексей Вадимович решил изучить гончарное дело. Все для того, чтобы в любое время заниматься с любимой внучкой. Чужих детей не бывает. В стенах мастерской Алексей Вадимович нашел себе и внука. Это нормализует мне. Нормализует мне. Да. Очень счастлив. И вот поэтому продолжает он в духе заниматься. Кстати, еще есть моя мама-наставник. Вот. И поэтому я надеюсь продолжать он в духе делать. А вот и мама-наставник. Ольга Батиева – педагог по традиционной славянской кукле. Мы занимаемся с детьми традиционной куклой. Мы изучаем историю наших предков. Это куклы бесшативые. То есть здесь не требуется иголка. Эти куклы мотаются. Они в технике мотания. В роли педагога-наставника могут выступать и другие родители особенных детей. В арт-позитиве более 10 направлений. Активно изучают технику тай-дай, что означает дать вещи вторую жизнь. Еще занимаются с мозаикой. Научиться основам ручного ткачества родители особенных детей приходят и сюда. Самое простое – это ткачество половичков и старой одежды. А еще можно ткать из бисера. Вот это, например, куски старых джинс. Проходим челноком. Снимаем берду и прибиваем. В конечном итоге из этого у нас получится шоппер. Я уже этим занимаюсь пять лет. Уже шестой, наверное, пошел. И на моих глазах эти дети растут. И вот наша задача сейчас – думать об их будущем и пытаться им дать профессию. Научить их чему-то, чем они могли бы в дальнейшем зарабатывать. В студию ходят и совершеннолетние ребята. Но для педагогов они не перестают быть детьми. Всего мастерскую посещает около 156 человек. Приходят и целыми классами. Например, ребята из школы слабослышащих и речевой. Все занятия бесплатные. Центр существует на пожертвования. И сейчас в мастерской не хватает средств на материалы, с которыми работают подопечные. Оборудование изнашивается. Нужно купить раскачек. Для придения нужны электропрялки. Глина дорожает. Один килограмм больше ста рублей. Да и сам дом, где проходят уроки, нуждается в ремонте. Юлия Семина, Денис Железов, телекомпания «Барс». В селе Мержи Родниковского района живет пенсионерка Елена Архипова и три ее лошади. Животные хотели усыпить или пустить на мясо. Женщина их спасла. Удивительная история о спасении, любви, взаимопонимании и доброте. 80 километров от Иваново. Родниковский район. Село Мержи. С лета живет здесь Елена Архипова по деревенским обычаям. Для обогрева растапливает печку. В ней же готовит еду. В прошлом педагог сейчас на пенсии. Долгие годы жила на родине мужа в Нижегородской области. Сначала в городе, потом в деревне. Всегда тянула домой, поближе к родникам. Наконец вернулась вместе с герцогом Машей и Зариной. Они уже встречают у двери. Назад. Назад. Двигайся назад. Да, к вам гости. Пришли гости. Давай. Давай назад еще. Назад еще. Всю жизнь Елена мечтала о лошади. Герцога подарила себе на 50-летие. Купила в клубе. Там он капризничал. Не хотел катать посетителей. Ложись. Да, молодец. Право. Хорошо. Хорошо. Встаем. Хорошо. Браво. Герцог, улыбайся. Сын, улыбайся. Еще. Еще. Хорошо. Браво. Герцог, скажи, я самый ласковый и нежный зверь. Давай. Давай, сделай поклон. Нет, не ножкой. Поклон сделай. Нет, дай мне ножку. Дай. Давай мне ножку. Поклон. Давай, давай. Вот он мой мальчик. Вот он мой хороший. Хорошо. Ты мой зайчик. Ты мой мальчик, да, мой мальчик. Он у нас артист. То есть вот он выступать может вот сколько угодно. Он покажет все, что он умеет. Он у нас сидит на диете, потому что он очень любит покушать. А раз любит покушать, он очень сильно поправляется. А это Маша. Ей больше 30 лет, по-человеческим больше 100. Ее хотели усыпить, потому что она была в очень плохом состоянии. Кожа да кости. Вот такая лошадка погибала в 100 километрах от деревни, где жила Елена. Хозяин умер. Животное было никому не нужно. Попробуй выходить, решила женщина. Уколы, спецкорм, занятия и забота. Маша встала на ноги. Окрепла. Живет у Елены 5 лет. Ты тоже выступать? Она тоже у нас умеет выступать. Она очень любит ребятишек. Маша, подними ножку. У тебя мальчик, маленькая моя. Это лошадь, я называю ее лошадь для детей. За неделю до этого Нового года Маша слегла. Ветеринары ехать отказывались. От старости таблеток нет. Но Елена не сдавалась. Уговорила врача из Шуи. Тот осмотрел, выписал уколы капельницы. Сказал, встанет, через три дня жить будет. Нет, увы. Маша встала. Не без помощи хозяйки. Соседи, лебедок и ремней. Вот она висит, лебедка. На нее подвесили, бумажка лежала. Жик-жик-жик, подняли наверх. Сколько она так провисела? Провисела дня три. Потом к себе пошла. Своими ножками. А почему нужно было ее подвесить? Почему лежала бы и лежала? Лошадь не может лежать. Если лошадь лежит, она умирает. Ну и Зарина. Год назад Елена увидела ее в интернет-группе по спасению лошадей. Заплакала, сразу перевела 75 тысяч рублей. Кому, надежному ли человеку, гарантии не было. Но через две недели Елене привезли Заринку. Очень худую. У лошади артроз. Она всего боялась. Зарина. Зариночка у нас попала с бойни. Ее хотели скушать, потому что у нее болела нога. И она была уже никому не нужная для работы. Она не подходила. Вот тут мне даже эти вот заросли. Но вот здесь были до мяса пролежни. Эти вот болячки до мяса были все содраны. Чем мы не знаем. Да, Зарюш, так дело было? Так дело было. Доча. Зарина на поддерживающей терапии. В целом, на содержание лошадей, говорит Елена, как раз хватает пенсии. 14 тысяч. В остальном помогают дети. Сена минимум 8 тысяч в месяц. Спецкорм из Москвы около пяти. Маша заболела, так 10 тысяч ушло за неделю. Елена хотела бы спасти больше лошадей. Но не хватает ни финансов, ни времени. Кроме финансовой проблемы в содержании, есть еще проблема моя. То есть они требуют очень много времени. И я понимаю, что у меня очень часто его не хватает. То есть я вижу в их глазах, что они хотят, чтобы я с ними сделала или то, или другое. То есть с ними надо заниматься. И они это любят. Вот так каждый день вожак Елена и ее табун гуляют по селу. Друг друга понимают порой без слов. По жестам и взглядам. А еще к лошадкам приезжают гости. Не только покататься, а пообщаться, покормить, поухаживать. Приезжают. Я говорю, просто пройтись с лошадьми вот в таком состоянии. И то уже, да, как это так, лошадь рядом с тобой, как собака. Цены у меня нету, но отказываться я не отказываюсь. Есть желание помочь? Значит, есть. А цен у нас нет. У кого нет денег, значит, так катаем. Приехать к Герцогу, Маше и Заре не можно в любое время. Для этого нужно просто списаться с Еленой. Вконтакте она ведет группу. Шанс на понимание и любовь. Герцог. Да? Ты маму любишь? Тебе будет. Дарья Костин и Денис Железов. Телекомпания Барс. На этом все. Следующие итоги подведем в следующую субботу. Предлагайте нам свои темы, рассказывайте о проблемах, записывайте видео и присылайте на Барс в любом мессенджере. Смотрите наши новости на сайте Иванова Ньюс. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин